друзья я приветствую вас из финляндии продолжим интересную тему криминал в европе не первый год шведские банды орудуют на юге испании в начале этого года на южном побережье испании опять произошли три перестрелки и опять с участием шведских граждан то шведы стреляют то стреляет в шведов шведские бандиты облюбовали южное побережье испании потому что оттуда идет основной поток наркотиков в европу там приятный климат и комфортные условия для отмывания денег райское местечко в прошлом году в районе марбелии произошло около 20 перестрелок по данным испанской газеты el país все случаи расследованы все причастные будут найдены и арестованы большие надежды в этом деле возлагаются на созданное в 2019 году специальное подразделение по борьбе с организованной преступностью в регионе она подчиняется отделу полиции по борьбе с наркотиками и большинство перестрелок связано с незаконным оборотом наркотиков и со стычками конкурирующих группировок между собой специальное подразделение на costa del sol было созданным после ряда громких преступлений совершенных так называемый шведской лигой los suecos здесь уместно отметить несмотря на название банды los suecos шведы переводе с испанского из шведского у них в основном только паспорт они являются гражданами швеции но в основном не являются шведами для простоты повествования тоже буду называть их шведами благодаря международному сотрудничеству испанской полиции удалось выявить арестовать и осудить и депортировать на родину в швецию членов шведской лиги эти банды орудуются на юге испании не первый год и несмотря на то что с ними борются арестовывают справиться с ними пока не удается битва как со змеем горынычем одну голову отрубают на ее месте три новые вырастают помимо международного сотрудничества работу полиции сейчас облегчает увеличение количества камер наблюдения муниципалитет установил камеры высокого разрешения и многие фирмы и компании имеют также собственные системы наблюдения представители испанской полиции говорят что стрельба является отличительной чертой организованной преступности и что некоторые бандиты очень легко пользуются пушкой в своих бизнес переговорах бандиты орудует не только в марбелье но популярности курорта означает что инцидент здесь получают особое внимание в средствах массовой информации не только в испании но и за рубежом тем временем швеции тюрьмы давно переполнены и число заключенных продолжает расти количество тюремных мест собираются утроить к 2033 году закончились времена когда шведская тюрьма приближалась по условиям к санатории в швеции все больше камер предназначены для одного человека имеют двухъярусные кровати а некоторые помещения общего пользования переоборудованы в камеры двухъярусные кровати в одиночной камере станут новой нормой в тюрьме по крайней мере в течение последующих нескольких лет впрочем как говорит тюремное начальство опыт полученные от пребывания вдвоем в камере не только отрицательный но но и положительный некоторые заключенные ценят компанию хорошо перетереть былые и будущие делишки переполнить тюрьмы напрягает нервы заключенных все больше споров чаще беспорядки много обострившихся ситуаций заключенных принадлежащих враждующим бандам приходится содержать отдельно переполненные тюрьмы трудны и небезопасны также для персонала тюремных охранников и другого персонала стало больше чем раньше но при этом насилие в отношении персонала возросло швеция стала криминальным лидером европы смотрите мое видео на эту тему правительство усиленно разрабатывает планы по восстановлению законности и порядка предлагает изменение уголовного законодательства ужесточение наказаний предлагают например за связь с бандами удваивать наказание в будущем тюремные наказания сроком менее года предлагают заменить браслетами на ногах которые отслеживают перемещение осужденного молодежные тюрьмы в швеции упразднили в 1979 году однако теперь они возвращаются спустя почти 50 лет молодежные тюрьмы опять будут функционировать в швеции они возвращаются в июне 2026 года преступники в возрасте от 15 до 17 лет будут переведены из нынешних специальных домов для молодежи в тюрьму все новое хорошо забытое старое а что же финляндия ну конечно соседи не могли оставить без внимания финляндию в финляндии запустила щупальцы очень жестокая группировка из швеции называющая себя патруль смерти их сфера деятельности это наркотики почему они облюбовали финляндию существует как минимум две вероятные причины по которым банда патруль смерти выбрала финляндии в качестве своего рынка сбыта первое связано с ситуацией безопасности в стране так как в финляндии не так много вооруженных столкновений и этой группировки практически никто не способен противостоять если страну приедет группа с агрессивной репутацией можно легко захватить контроль над сетью распространения наркотиков другие не осмеливаются бросать вызов потому что сеть известно повсюду тем что убивает людей агрессивная репутация облегчает захват рынков еще одним фактором является законодательство финляндии об оружии которые во многих отношениях легче чем швеции бандиты могут ходить по улицам финляндии вооруженными и при необходимости иметь оружие совсем близко если тебя поймает не нужно бояться получить два года тюрьмы как в швеции ну максимум вынесут порицание больше так не делай хорошо не буду и на этом разошлись но это уже другая тема преступность и тюрьмы в финляндии об этом поговорим в другой раз на этом я с вами прощаюсь благодарю за внимание и до новых встреч всем пока